всем привет на несколько секунд вы пропали я тоже поэтому перезашла заново сегодняшняя тема эфира как ни странно опять габриэль потому что очень шумевшая коллекция очень классная как вы помните у нас капсула я ее даже раздербанила и естественно она у меня в разобранном состоянии расскажу что входит в капсулу быстренько и будем делать делать дизайн у нас вот такая косметичка который кстати в будущем можете использовать я складываю сюда из коллекции nail dress как вариант вот и в набор вот в косметичке в этой косметичке у нас лежит внимание 4 гиллака я буду читать 4 nail dress а 4 nail dress а то есть они будут обычные nail dress и формата сейчас вам покажу быстренько 4 nail dress а вот такого формата то есть они обычные слайдеры по фактуре чтобы понимали и по ну то есть эта бумага на котором нанесен очень тонко рисунок на пленочку вот потом у нас идут nail crust и 5d это вот такие вот очень выпуклые дизайн и даже видно вот на фронталку вот им показа даже видно да вот эти выпуклости три вида фольги у нас три разные фольги серая розовая и еще какая-то где-то на мне тут лежит вот стразы клепки тоже входят в кстати сразу будут большие то есть если в другой капсуле нас покрупнее стразы здесь на стразы ой помельче тут у нас сразу привет привет всем вот так вот нас клепки тут в наборе и и стразики они покрупнее чем вот в наборе в летнем вот поэтому принципе вас уже покупает два набора у вас уже две упаковки страз как раз для использования в этих вариациях дизайна вот и 4 гиллак гиллаки нас пастель и сразу говорю если вы думаете смотрите развеиваю все сразу чтобы понимали как мастер очень часто есть такое понимание того что блин а чё же с этим совсем делать вот я куплю сейчас эту капсулу меня там никто обычная да тема такая меня никто не любит такие дизайны которые яркие таких которые такие вот вызывающие колхоз кто-то это называет то есть по факту по факту да к сожалению возможно возможно не к сожалению но много клиентов которые сейчас больше предпочитают спокойные однотонные типа вот такого плана ногти но не всегда то есть все равно идется клиент который хочет сделать дизайн и тем более вот из коллекции габриэль очень нежный дизайн и получается тут можно вообще выбрать такое разнообразие начиная от нежных минималистичных дизайнов заканчивая там яркими на все 10 пальцев но самое главное соль или сахар в том что оттенки 4 вот эти оттенка гей-лака которые идут в наборе они осенние то есть оттенки осени если там более или менее яркий это возможно вот этот розовый потому что он такой можно сказать яркий розовый я раньше его любила носить на ногах кстати вот но не настолько яркий он не неоновый то есть для осени это вообще отличный отличный вариант вот то есть цвета этот нюдовый поэтому в любом случае покупая набор вы сто процентов попадаете в эту осень весну потому что да и зиму потому что даже и серый очень красивый оттенок выбеленный потому что это все будет использоваться в течение нескольких месяцев и скорее всего вы все расходуете потому что всего 4 оттенка вот то же самое касаемо декорации один на самом деле нежный можно просто раздробить и использовать какую-то часть да там например номер 5 до вот шанелька и так далее сейчас вам поближе покажу очень много черно-белых дизайнов то есть вот в этом наборе вы как раз таки найдете то что нужно вашему клиенту в любом случае будет у вас сотка клиентов дай бог чтоб у каждого было не меньше сотни вот вы дадете для каждого человечка естественно свой дизайн то есть сможете сделать то что человеку нравится опускаю я камеру и начинаем делать красоту перевернула не до перевернула так мне тут его фольга лежит фольга вот лежит фольга здесь у нас варианты дизайна здесь наши типсики будут лежать вот и будем сейчас работать фон я пока не поменяла заказала сегодня эту фону поэтому тут немного и стемпель делать через попу я так люблю делать поэтому я так приближу вот и сейчас сделаем какие-нибудь красивые варианты скорее всего еще попробуем добавить новые декорации потому что габриэль гавриэль у нас же есть еще новые декорации классные очень вот которые это кстати старыми тоже очень классная геометрия которые нам пригодятся в работе сейчас так габриэль мне достала все что нужно пасту возможно мы сейчас используем так поехали давайте берем депсик мы сильно много говорить не будем 5 не поговорили и хватит сегодня без перчаток ваш маникюр более или менее свежий вот и так вам будет лучше единственная сухая кожа ну за это простите вот чем будем делать главное не повторяться потому что второй раз выхожу к вам с этой темой вот давайте мы сделаем что-то нежное спокойно и вот минимум да как раз таки о чем мы говорили чтобы не было много всего сделаем такой минимализм а его можем сделать это сейчас смотрю можем сделать или вырезать вот смотрите целый кусочек да там и приклеить на ноготочек или мужа как вариант кстати есть вопросы пишите можем повырезать это даже геморрой но если у вас есть штамп можешь там по все это быстренько приклеить можно приклеить вот эти вот штучки много много-много мелких тоже очень красиво будет вот нанесем мы сюда сейчас оттенок у нас алюру и люру я не за алюр пусть будет я сейчас не смотрела правильно произносится полностью сделан перекрытие как правильно называются лаки в один слой посмотрите в один тонкий слой в принципе у нас наносится материал на комплексе ну тут не тонкий чуть толще среднего но идеально выравниваю не идеально и вот смотрите если нету серый немножко с фиолетовым подтоном то тут серый было белосый то есть на ручках вот это серый он даже кажется белым за что люблю вот эти оттенки у меня на руках почти такого же плана оттенок то есть он меняет цвет то есть иногда голубой кажется иногда кажется голубой фиолетовый потом есть белый серый то есть очень меняется сильно оттенок в зависимости от освещения и вроде бы вы нанесли если он мы говорим про вот этот оттенок вроде бы нанесли он серый карте да но на ногтях у многих женщин он смотрится как белый такой знаете только единственно не четкий такой белый немного мутный белый скажем так то есть не яркий такой вот так сейчас подсохнет а мы возьмем ножницы и будем вырезать да сегодня наверное все таки да я покажу вам минимализм такой знаете типа по минимуму знаете чтобы не было это все перегруженная я говорю просто мы можем я могу показывать все что угодно но мы должны понимать что зайдет клиенту да потому что очень часто клиенты вообще боятся такого вида дизайнов прям для них это чем-то кажется это очень ярко тем более в городах не дай бог там сразу колхоз колхоз я не знаю почему на колхоз чем вообще колхоз не угодил людям вот и повырезаем и вырезать я буду большие и маленькие можно сразу их вырезать и выложить они как раз таки будут на каком-то расстоянии друг от друга чтобы меньше геморроя вот тут же я бы взяла вот такой вот штучка вот такой штука вот так вот беленькие и опять таки посмотрим по заполняемости что это у нас получится какие отвратительные ножницы в тот раз то же самое да говорила это я заказала они конечно не уродские но блин вот какие они тупые и ужасные просто адский неприятная штука так что ты тут видишь а духи конечно я говорю это будет типа ооо блин то сидеть вырезать да повырезать нужно будет но честно вы лежите очень быстро это все имея нормальные ножницы просто купите нормальные ножницы и все вот эту хрень которую я купила конечно покупать не надо а вот еще хотела знаете когда заказываете на каком-то маркетплейсе хрень ты поймешь и угадаешь что у тебя как говорится что придет и вроде бы она в закрытой упаковке когда домой притащила думаю боже мой меня рукам больно знаете это ужас вообще на валберис не заказывайте это 6 это дровать какие-то даже на ножницами похож смотрите я буду клеить такие мелкие детали на остаточную липкость гейл лака почему потому что смысла не сейчас перегружать еще одним слоем слайдер потому что ну перегрузим реально поверьте перегрузим поэтому такого перегруза быть не должно наконец таки я сходила фикс прайс и купила вату боже мой это же так далеко надо было идти вечно не хватало времени на это вот поэтому вода помните мне в такой питке от обезжиривателя очень удобно набрала водичку и сюда мы сейчас так на ляпы давай только без приколов можно еще что-то добавить вообще смотреть вообще по ситуации может еще что-то добавить может мазки какие-то добавить потом можно 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 в среди неделя можно сюда добавить ну конечно она может быть не сильно в тему ну а может и в тему мы же не пытаемся прям сзади все сделать как надо в плане все что типа связано с шанель не шанель более по факту то и нельзя сильно насколько я знаю так начнем вот самого крупного потому что потом даже что-то делать сейчас улыбку потом легче будет ориентироваться вот пусть на серединочку это прибавил легче будет ориентироваться и двигаться уже от него не обязательно ровно посередине клейте как он комфорт потом мы начинаем уже потихоньку это двигать можно это все делать с штампом прозрачного штампа миссис пока нет местным трагедия случилась как и с остальным материалом когда мои дети попадают в кабинет и дивизию а что такое все лишние кстати вот на этом этапе можно так убивать здесь где-то что-то либо лишние отрезали ли с какой-то грязи отвезли ли вот голубая в этой штучка под ложечка была тоже остается вот-вот-вот-вот-вот эта часть видите тоже что-то лишнее отрезал сюда такими вот такой пинцет кстати тоже на вайлбери заказывал наборе было по 0 4 5 штук тоже очень рекомендую такое можете заказывать не тоненькие удобные и ими работать удобно сказала при этом роняя все абсолютно вот не обязательно все должно быть красиво как говорится приклеим как приклеили все вот такого плана то есть смотрите это вариант опять-таки с этими декорациями но это максимально нежно вот здесь чего-то не хватает какой-то пиписюшки вот максимально нежно максимально красиво и уж точно не скажут как холст могить как это можно носить как-то можно носить мы сейчас знаете что замутим сейчас здесь чтобы всем понятно было что это дорого-богато что это гламурное брендово мы сейчас замутим вот такую фигню сейчас подождите не уходите самое главное спасибо за сердечки пупсики спасибо будет все будет дорого-богато сейчас будет бренда это вам не какой-нибудь масс-маркет сама куку шанель тут свою руку приложила мою руку приложила отклеивайся пожалуйста не трепи мне нервы нервишки так мне идет единственная у так как как папу так давать не знаю почему там всякую хочется вот на эту сторону клеить вот так наклейки это шиза какая-то тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын все теперь а страша конечно перекрыть все это ультрабонда не оторвала все ультрабонд где-то ультрабонд берем обязательно или nail prep кстати это тоже прям не принципиально можете и тут материал тот как не утрабон тут валяется на 100 лет просится в кадр наносим ультрабонд праймер. Короче, все, что может растворить вам пленочку. Все, что у вас есть. Убирайте, не стесняйтесь. Ну, все. Красиво. Мне кажется, красиво. Где-то, знаете, на втором ноготочке можно сбоку чуть-чуть, типа, пустить немного, там, половинки этих дизайнов тоже будет красиво. Давайте перекроем все это топом вельвет. Смотрите, сначала топ слайдер, потом топ вельвет. Но я мы уже знаем, вы уже меня знаете, я уже знаю вас. Мы так не делаем. Почему? Потому что мы экономим время в эфире, если мы будем все эти шаги. Я вам буду проговаривать, а вы будете делать, потому что вы задолбаетесь потом смотреть, как я перекрываю и сушу по 500 раз одно и то же. Поэтому топ слайдер, топ вельвет. Опять-таки это как бы рекомендовано, чтобы точно перестраховаться. Если у вас дизайны не сильно сплошные, такие аккуратные, у вас клиент не лазит руками в огородах, в садах, нету маленького ребенка, который бы там требовал к себе слишком большого внимания и так далее, то можно попробовать. Если вы знаете своего клиента, попробуйте без, попробуйте без топа. вы сразу все поймете. Вообще по факту, когда к вам приходит клиент на коррекцию, вы за месяц видите, что за страш у него на руках, вы должны понимать, что здесь надо 100% наносить слайдер топ. По-другому вообще никак. По-другому вот у вас не сложится. Вот и все, и все, и вот и все. Так, у меня есть тут такой классный дизайн. Берем синий цвет. Очень интересный дизайн. Мы сделаем его, наверное, как мы его сделаем? Мы его сделаем вот так. Почему бы и не, если да. Ровно хочу и делать. Очень красивый, кстати, темный оттенок, такой в два слоя. Сейчас я его нанесу. Блин, что за рука жопа, правда? Еще про кого-то что-то говорю, да? Листочкой сейчас подберем. Ну, не падай, пожалуйста, вот прям сейчас. Не надо сознание терять от этой красоты. Суши. И достаем следующий ноготочек, вот такой вот красивый, смотрите, какой он нежный. И думаем, что бы сюда можно было добавить? Возможно, что-то сюда можно добавить. Возможно, уже ничего здесь добавлять не нужно. Можно оставить как есть. Что я, скорее всего, и сделаю. Нежно так нежно. Все. Мы решили остановиться на нежных дизайнах. Так и будет. Так, у нас быстро сохнет, поэтому сейчас нанесем второй слой. Будем дальше, как говорится, работать. Нанесли, сушим. Сушим. И знаете что? Что бы я хотела? Я бы хотела. Я бы хотела, да? Что бы я хотела? Добавить туда что-то интересное. То есть, можно посередке. Там, то есть, нам нужно будет сейчас немного это разнообразить. Это будет сложный дизайн. Сложный, но очень интересно. Вот. Возможно, мы используем вот этот бантик. Или где-то у нас еще были бантики. Такие выпуклые. Да? Но не хочу. Да? Нет, не хочу. Вот не хочу и все. Давайте мы возьмем вот эти выпуклые бантики. Мы сейчас повырезаем их сразу. Положим на лапочку. И дальше будем думать, что мы можем сделать еще. Но вариант, в принципе, мне кажется, будет неинтересный. Главное, с этими дебильными ножницами красиво все вырезать. Они не режут, они кромсают. Реально кромсают. Боже мой. Это просто ужас. Ладно. Так, иди на покой. И вырезаем. Смотрите, это старый наилдрессер. Наилкруст. Наилкруст. Вот. Старый наилкруст. Поэтому поищите. Ну, как старый. Вообще, да. Он очень старый. Просто потом формат поменяли. Вот. Поищите на сайте. Очень-очень классный. Удобный. Штука. Когда слова забываю, у меня акцент включается. Поэтому не обращайте внимания. Вот. Вырезаем. И тоже мочим. Знаете, как никогда. Кстати, будет к Шанель. Потому что у Шанель, в принципе, что у нас, конечно же, вот сумочки. Сумочки с каретной сняжкой. Сюда наносим стоп-слайдер. Потому что тут он нужен, скорее всего. Давай. Стоп-слайдер. Единственное, конечно, сейчас я, может, и немного тупанула. Сейчас проверим, как говорится. Сейчас все будет ясно. Почему? Здесь вот будет много слоев. Поэтому мы стараемся не нагружать ноготочек. Шанель? Да, да, да. Шанель. Я сказала не Шанель. Я сказала Шанель. По-моему, нет. Я могу что-нибудь другое сказать. Вообще спокойно. И мы возьмем сейчас. И возьмем, возьмем, возьмем. У нас очень много белого, мне кажется. Сейчас поправлю тебя, дружок, чтобы тебе видно было. 30 секунд. И мы возьмем сейчас вот здесь вот так примерю. Конечно, оно мало. Вот, поэтому мы сейчас попробуем растянуть, по крайней мере. Сейчас я смочу хорошо. Что-то водички маловато тут у меня. Смочу хорошо. Что, потеряла, что ли? А, нет. Бантик, думаю, улетел куда-то, но нет. Сейчас хорошо нам замочить. Когда анель-крусты очень долго лежат, они немного тяжело отходят от подложки. Поэтому надо хорошенечко смочить. Очень хорошо, прям что-то водички прям это все было. И попробовать вот так сдвинуть. Не получится. Кстати, можно еще вот так подковырнуть и поднять. Главное, чтобы снизить голубую подложку. Иногда бывает голубая подложка. Ага. Прикольно. Походу нет. Сейчас. Немного мы еще подержим. Еще достану другие их. У меня много. Этот, возможно, вообще где-то у меня побываю. Непонятно где. О, все. Процессуничка пошла. Можем пока что-нибудь другое сделать, пока замачивается. Так. Сейчас я пока отрежу. Вариант. Интересный. Кстати, очень нежно будет тоже, и мы возьмем, возьмем тоже темный оттенок. На темном будет очень красиво. Ты будешь отклеиться сегодня или нет? Сейчас, ребят, попробую. Здесь нет другой. Возьму такую же плаву. Где-то в этом месте он у меня полежал непонятно где. Поэтому немного плохо отходит. Но это бывает. Сейчас чуть-чуть терпения. И все будет. Пожалуйста, давай, что отклеилось. И не мешай мне, а не работай. Мы сейчас вот так сделаем. Так приклеимся. Одной стороной. Чтобы удлинить, как говорится, сейчас попробую ровно-ровно отрезать и приклеиться дальше. Все. Любую проблему можно решить. Как говорится. Все. Это все мы немного досушим. И нанесем темный оттенок на всю ногтевую пластину. Не на всю, в руку. Мы сейчас возьмем топ-слайдер. Нанесем на эту часть. Просушен. Здесь пока попили. Ну, что это получится. Ну, что-то получится. Показываем ультра-бондон. Убираем лишние пузырики. И ждем немного. Пока достанем и вырежем вот эту часть. Из этой декорации мы что-то ее... Я не подумала и не вырезала. Сейчас внутреннюю. Она нам, кстати, пригодится, но не тут. Эти декорации мы совсем новые, поэтому ждать долго не надо, когда нет. Отойдут от подложки. Чуть-чуть смочили. И этого достаточно. Мне кажется, вы уже поняли, да, что я буду делать. Здесь у нас будет два оттенка используем. Подсушить. Парушку буквально, чтобы схватился материал. Секунду, ребятки. А тут у нас уже, в принципе, время наносить топ-слайдер. Топ-слайдер мы наносим тонко, но по всей поверхности. Здесь у нас будет белый гель. Примерно ориентируйтесь, что у вас укреплены ноготочки. Будут или базой белой, или гелем белым. Это очень важно. Так, здесь мы обрабатываем все тоже ультрабондом. Это ради сильно им не заливать, а немного. И перекрываем все топом в Текласс. Обожаю топ-текласс. Он так классно наносится. Просто нереально круто наносится. Суши. 30 секунд. Достаточно будет нам просто прихватить. Так, сюда я хочу добавить сюда хочу добавить что-то что-то типа вот такого. То есть это будет такой сложный, нагруженный дизайн. Не будет самый такой простой, как говорится. Будет очень такой интересный формат. Перегруженный даже, честно, будет. Ну, вот, красиво. Будет красиво. Сейчас мы смачиваем эту часть шармяковой. Ой, господи, на элдрессе. Какой шармяковой. И пока поработаем с бусиками. С этими, да, красивыми. Сюда мы наносим. Ну, мне так хочется, наверное, да. Темный. Хотя мы сейчас только работали, да, этим оттенком. Давайте возьмем другие. А то у меня бывает иногда зацикленность на одно. Но я начинаю фигачить одними и теми же цветами. Сейчас мне вариант. У нас есть два оттенка, которые тоже между собой очень похожи. Мы возьмем оттенок более пастельный. Коко. К бусикам. Кстати, он с шиммером. По-моему, ярко-розовый тоже с шиммером. И вот такую немного капельку так поставим. Для того, чтобы можно было поиграться. Давайте, чтобы я не спешила. То есть поспешу и не то сделаю. Вот здесь лимарку. В плане того, что сейчас у меня идея пришла. Интересно. Посмотрим сейчас, что мы будем делать. Так. Здесь сейчас помоя. Что там? Задубела. Что тебе надо, кисточка? Вот. Красивочка, аккуратно. Вот таким образом разносим материал. То есть в этой части у нас будет более такая пастелька. Пастельный материал будет сушен. И смотрите, тут целиком можно клеить. Но можно взять даже какую-то часть и приклеить. Вот эту большую вырезать. Что-то с белым хочется поработать. Но сейчас посмотрим. Так. Пока у нас уже, кстати, готов этот материал наш. Поэтому мы его берем. И вот таким образом. приклеиваем на эту сторону. Горночку, да? Подсушим. Я всегда подсушу. Можете этого не делать. Смотрите сами. Но я немного подсушу для своей безопасности. Теперь возьмем более яркий оттенок розового. И нанесем его полностью на оставшуюся часть ногтевой пластины. Вот таким образом. Вот. И потом кистью мы немного все это подправим. То есть мы использовали два оттенка розовых. Я хотела, честно, опять синий и серый. Но думаю, ну опять на что такое. В два слоя буду наносить вот этот розовый. Так. Сейчас я уберу этот пластилин. На вопросы на ваш вообще не смотрю. Поэтому прям маякуйте, если прям срочные вопросы есть. Наносим опять ультрабонд. Растворяем пленочку эту красивую. Вот. И смотрите. Когда мы растворили пленочку, здесь в принципе осталась липкость от ультрабонда. Если немного подождать, то будет липкая. Поэтому на эту липкость мы уже можем приклеить. Чтобы опять слайдер топ не наносить. Мы детально можем, например, приклеить вот этот бантик. Вот так на середочку. То есть на липкость ультрабонда. Все. И как раз там пленочка внизу растворится. И ультрабонд есть. Получается, везде у нас влажненько. Поэтому мы можем дальше поработать. Влажненько. Что я несу? Боже мой. У нас липко. Вот, простите. И мы сейчас поиграем немного с выпуклыми шармиконами. Я сразу буду их обрезать. Примерно вот таким образом. Этого достаточно. Раз. И с другой стороны. Ну, практически так же. Чуть побольше мы отрежем. На всякий случай. Мало ли. Не попадем. В стандарты. И вроде бы, кстати, тоже нежно. И ничего прям такого колхозного мы сейчас не сделали. Согласитесь. Поставьте сердечки, если не право. Ой, вы. Я. Если я права. Нравится вам? Давайте договоримся. Вы будете ставить сердечки, если вам нравится. Я так буду по вашей реакции. Понимаешь, что огонь. Все прям круто. Значит, делаю все правильно. Так, что у нас тут? Тут у нас второй слой. Пока ты высыхаешь, дружочек. Мы наносим тоненько еще один слой. Сердечки полетели. Вижу. Комментарии могу не видеть, но потому что постоянно люди подключаются, наоборот, уходят. И там в комментариях, знаете, это все двигается. Если напишите, мне будет безумно приятно. Но и не напишите, ничего страшного. Потому что по сердечкам, по сердечкам я вижу, что, да, красиво, значит, значит, красиво. Так. Лишнее немного уберем. Сюда что-то попало. Не туда. Слушай. Если хочется тоже что-нибудь беленького, ну, красивого. Взять, например, вот отсюда. Вот то, что мы вырезали, да, мы сейчас вот эту часть используем. Смотрите, мы вот так вырезали. И вот смотрите, что сейчас будет. Сейчас будет чудо. Сейчас будет чудо. Так, как нам отрезать, чтобы хватило на всю эту штукенцию? Ммм, как? Сейчас. Проложиться надо. Чи! Ёлки-палки. Ну, в принципе, да. Ой. Вот это тихнуло. Ну, вот так отрежем. Ладно, жадничать не будем, блин. С корпуса закончится декорация. Уже точно я в следующий эфир с Габриэль не выйду. По-любому, потому что у меня не с чем будет выходить. Я сейчас все понадрезаю, поотрезаю и все. И тринец. И приплыли. Так, то, как я беру салфеточки, вот эту штуку. Я сильно показывать не буду опять на это. Акцентирую внимание. То есть я таскать бумажку не хочу. Вот. Клей. Ой, боже, ну как это нежно. Ну, нежно же. Угу. Раз. Выклеились. Второй. Выиграем. Хватаем. Клей. Все. А здесь мы пообрезаем сейчас. Переть не будем. К сожалению, не выдерживает пилюшку этот типсик. Куда-то отваливается. И, опять-таки, ультрабонд. Чепонненько, чепонненько. Угу. Все. Сушим в лампе. Тут у нас все. Мы просушили. Просохло. И сюда мы наносим топ-слайдер. Топ-слайдер. Тонко. Вот максимально. Видите, прям втирающими движениями. Чтобы просто у вас была липкость. За 30 секунд. И сюда мы наносим топ-слайдер сначала, потом топ-вельвет. Я сразу вельвет нанесу. И обязательно из этих пиписюшечек маленьких убираем все это. Ну, чтобы... Ну, что я делаю? Нет, я открываю. Так. Наносим. Тонко. Прям втирающими движениями практически тоже наносим топ-вельвет. Но аккуратно, чтобы эти имитации страз мы не оторвали. Нежелательно. Так. Ну, вот эту красоту сейчас очистим вот таким образом. Сушим. Сушим. И ауч. И смотрим, что у нас тут. Я, кстати, не замочила. Сейчас замочу вот эта штучка. Которую мы вырезали, да? Красиво. И будем сейчас полностью клеить на вот этот розовый. Тоже будет очень нежное оттеное. Здесь вы можете, конечно, поиграть с другими цветами. И сделать поинтереснее. Вот. Вот так поставлю, чтобы там видно было. И клеим. Взяла вот таким образом. То есть таким образом у вас есть возможность. У тебя лишняя отрезалась. Есть возможность вот так поиграть немного с этим дизайном. И не вовсю и просто клеить, да? А разнообразить другим оттенком. Таким образом. И просто очень интересно смотрится. Не говорите мне, что просто кажется. Вот. Какую-то часть декорации можно сюда-отсюда сейчас, например, отрезать. Вот прям сейчас. Типа. Рапантик мне этот не нравится, конечно. Сейчас. И, грубо говоря, приклеить вот сюда. Сейчас. Можно. Можно этого вообще не делать. Вот таким образом. То есть можно приклеить, можно этого не делать. Поэтому смотрите сами. Я не буду клеить. Мне нравится так. Подсушим, пока мы достаем второй дизайн. Тут у нас получилась вот такая красота. Эту часть немного подберут. Мне не нравится торчить все. Вот такая красота у нас получилась. Что мы можем сделать? Мы можем вот эту часть выделить просто глянцевым топом Teclos. Или мы можем взять жидкие камни. Но они настолько жидкие, настолько не жидкие, скажем так, что очень тяжело выкладывать. Это густой вот такой материал. Поэтому мы его не можем немного разбавить. Можем прям поработать ей. Давайте. Я просто тонко буду брать и тонко наносить. И у нас получится. Я не буду опять в кадр выкладывать этот материал. Он очень вязкий. Сейчас я вам покажу. Вот такой вязкий. Вот, на ноготочек нанесу, поймете. И мы можем им просто... Или я вам покажу сейчас. Посмотрим, как лучше просто вместо импасты можно вот это использовать. Вот этот вариант. Сделать выпуклые такие ромбики. Вот. Тут оно все будет блестеть. Можно оставить как есть. Я хочу оставить как есть. Сейчас не скажу. Вот. Но показываем вариант, как можно. Сделать просто это будет очень-очень долго. Сейчас пока все эти ромбики раскрашу. Мы тут просто уснем. Сюда, кстати, на середочку можно еще прибабахать стратик. Но тоже не обязательно. Так, что у нас с тобой, дорогой? Оп. Так, здесь мы опиливаем бочко. Хотя можно, говорю, трабу на все это убрать. Ну, ладно, опилим. Так, что у нас будет. Наносим ультрабунт на всю поверхность. У меня все сегодня будет матовое. Не хочу другие оттенки. И наносим топ-вельвет. Топ-слейдер, потом топ-вельвет. С оттенками можно поиграть. Здесь вообще изначально хотела здесь внутри сделать синий, а здесь серый. Или наоборот, здесь серый, а это синим цветом. И сделать белым. И так смотрится ниже немного. Так, сушим. И сколько времени? 43 минуты. Давайте еще один дизайн сделаем. Четыре. Хотела пять, но что-то не хочу пять. Наверное, давайте четыре. Не сильно, значит, хотела, так скажем. Так, наносим серый. Я очень люблю, честно скажу. Поэтому я и стараюсь другие оттенки. Потому что если я сейчас зациклюсь, я буду одним серым и работать. Так нельзя. Вот, наносим серый. Оттенок. Не на все. Нанесу. Сушим. Третья секунда. Вот такая красота у нас получилась. Все. И возьмем сейчас сюда. Мы нанесем топ-слайдер. Опять-таки, можно не везде. Нам вообще топ-слайдер нужно вот в этой части. Сушим и берем фиолетовый наш фольгал. Фиолетовый фольгал. Смотрите, чтобы было все очень смазано, можно так прям, не смазано, а маленькими кусочками, нужно так прям сжать фольгу. Серьезно. И рожать. Естественно. Сжать и рожать. Вот. Тогда может, конечно, осыпаться все это красота. Вся эта красота. Видите, она осыпается. Вот упала. Нам сейчас так стряхнем все лишнее, чтобы меньше на 40 было. И рожей можно отпечатать вверху, чтобы было мелко-мелко. Все остальное, смотрите, уберем. Как тяжело работать с тобой вообще. Отваливаться. Сейчас так и прерыву. А вот. Да. Потом возьмем немного глянцевого серебра. Блестящего. Попробуем сейчас наш отпечатать, потому что перья, конечно, немного все засрало. Сейчас, ребятки. Очень тяжело это делать на такой типс. Нам чуть-чуть надо добавить. У нас этого все должно быть вот прям поблескивать должно. Так, сейчас я возьму салфетку, все это лишнее уберу, потому что измазюкалась, сама честно. Вот эту часть, по-моему, все убрать. Поэтому за это вам переживать. То есть у вас фольга должна быть вверху. Так, топ-слайдер. И где? Сейчас я быстренько найду. Нашла номер пять. Слайдер-слайдер. Топ-слайдер. Вниз. Тоненько. Слушай. Добавим сюда, ну пусть это будет возможно не в тему, но мы добавим сюда сейчас вот эти вензеля. Это номер 216. Ажурный принт. Чтобы немного разнообразить, уже есть другие декорации. Все равно будет красиво с другими декорациями. Не только все из капсулы использовать. Хотя можно, конечно, но зачем? Если надо, в общем-то разнообразить, да? Возьмем здесь, мы сейчас что-то крупненькое приклеим. Вот цифра пять большая, мне кажется. Мы можем, знаете, что просто приклеить слово, вот как вариант. Coco Chanel просто что-то тоненькое, небольшое, блин, много просто нанесла. И, например, бантик и слово. Сейчас я найду бантик. Такой интересненький, небольшой. Что-то цифра пять меня смущает в плане, сюда она не сильно хорошо заходит в этот дизайн. Сейчас покажу, как это будет. Сейчас. И вензелями немного это все припудруем. Будет красиво. Я еще раз повторюсь, возможно, не в тему, но будет красиво. Хотя тут вообще от вашей фантазии все зависит. Вообще все может быть не в тему. И это нормально. Все, берем бантик. Немножко красиво. Мне кажется, правильного направления нет, поэтому клеим. Клеим, как видим. А видим мы по-разному, поэтому клеим так, как вам комфортно. И еще один. Да, блин, иди сюда. Иди в направление, чтобы мы знали, здесь еще куда ехать. Чтобы вы понимали, тут еще километраж указан. Ну, от Москвы, я думаю. Поэтому прибавляем еще к Москве. У меня тысяча. У вас, не знаю. Все. Подсушить, чуть-чуть подержать, чуть-чуть буквально. Хотя не буду. Давайте ультра шайн. ультрабонд. не все. Потом подпилирую эту часть. И наносим топ-тай-класс. Время просто у нас уходит. Топ-тай-класс. Сушим. 30 секунд. Можно больше. Вообще, желательно больше. И возьмем, наверное, черные тоже у нас будут. Венделя. Два вот таких венделечка, скорее всего, мы сейчас возьмем. Доклей. Вот эти не подойдут, потому что не получится уложить. Вообще, сейчас посмотрим, покрупнее взять или помельче, чтобы так красиво смотрелось. Вот. И, в принципе, это то, что мы уже сделали. Очень красиво. Мне нравится. Можно вот эту, кстати, пипку сделать глянцевой. Тоже мне такой вариант нравится, когда в совмещении идет глянцевых ногтей и матрах. Смотрите, тай-класс лучше сушить больше, но, опять-таки, не хочется терять ни ваше, ни свое время. Поэтому мы сейчас сделаем вот так. Вот так, наверное, мы возьмем крупные венделя. В одну сторону приклеим и в другую. Куда я швырнула? О, Господи, зачем так кидать, да? Зачем так кидать? Нервная женщина. Решила. И вот так. С нахлёстом, с нехлёстом. Вообще на это не обращайте внимания. Неровно, да? Сейчас подождите. Отклею аккуратно. С типса отваливается, типсик отваливается с подложки. Отрываем и молимся, чтобы ничего не отдавалось лишнее. Так. На одном уровне давайте ориентироваться на вот эту пипку. Вот так. Всё. Вот так теперь ровно. Просто чуть-чуть не хватило места. Но ничего страшного. В жизни можно немного лучше это, как говорится, прицелиться. Всё. Перекрываем топом вельвет. Как ни странно. и добавим стразики. Сюда мне хочется стразики добавить. Смотрите, стразы мы клеим на топ, на базу Макси. Это самый идеальный вариант. Вот. На базу Макси. Но сейчас мы можем их приклеить, чтобы они уже у нас высохли в лампе. Опять-таки мы забирали наши драгоценящие движения. Куда я сладить? Вот взяла же, показала вам. А вам нужно клепки, кстати, добавить. просто добавим добавим сейчас клепки. Всё, хватит. Одно посерединке, одно посерединочке. всё. Сушим. И всё. Дизайн готов. Четыре дизайна на тему Габриэль, которых нету здесь. Я вам показала, потому что не вижу смысла показывать вам дизайны, которые здесь уже имеются. Поэтому мы немного поработали сами. Вот эти декорации на самом деле много, прям можно поработать. Но в этот раз я это уже использовала, поэтому в этот раз решила немного попроще, что ли. Ну, не знаю, можно назвать это попроще или нет, но смотрится красиво, по крайней мере. А здесь можно фольгу взять другую, если вы захотите. Вот эта штука мне будет сейчас бесить. И вот это тоже, да. Ну, теперь все торчат. Вот такой результат у нас получился. Фотография и прямой эфир загрузится чуть позже. я сделаю красивое фото и загружу. Вот такая прелесть. Как вам? Поставьте сердечки, если нравится. Ну, хотя бы один из этих дизайнов. много света надо было, чтобы видно было. Все, всем спасибо, ребятки, за эфир. Ваши сердечки полетели. У нас тут отставание в 10 секунд. Я вас всех люблю. Спасибо, кто был на эфире. Под сердечки полетели. Как от вас уходить теперь? Как? Никак. От вас уже не уйдешь. Вот. Так хотела бы. А уже все не получается. Все, ребятки, всем пока. Всех люблю. покажу вам все-таки декорации. Можно их вот так поближе друг к другу. О, чтобы вам так виднее было. Все, увидимся в следующую пятницу, скорее всего, в то же самое время. Все, всех люблю. Пока-пока. Пока-пока.